Спецоперацию «Елочка» развернули в лесах столичного региона. Ежегодно рейды помогают ловить и пресекать сезонных лесорубов, которые приходят в лес за несколько недель до Нового года. К поимке нарушителей в Люберцах присоединилась Анна Троян. Каждый лесничий знает, где искать нарушителей в канун Нового года. Последние недели декабря для лесной охраны самая горячая пора. Начинается охота на воришек-елок. Желающих сэкономить на праздничном дереве ловят ежегодно. Они дорогие, если покупать. А так пришел в лес. Это нарушение лесного законодательства и кодекса административных правонарушений в статье 8.28. И за незаконную заготовку ели в лесу налагаются штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Ну, лес вообще я не думал, что это какое-то нарушение будет. Будем оформлять протокол об административном правонарушении. Пойманный нарушитель остался без елки. Да еще и получил новогодний подарок в виде штрафа, в разы превышающего рыночную стоимость новогоднего деревца. Штрафы тоже разные. Опять же, в зависимости, кто совершил нарушение, либо от 3 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц штрафы от 20 до 40 тысяч рублей. Ну и, соответственно, на юридических лиц от 300 тысяч рублей штрафы. Просто так с рук никто не спустит. Если вам захотелось прийти и срубить елочку, лесничий увидел, никто вас просто так не отпустит. Чтобы не попасть в новогоднее приключение с уголовным акцентом, лесные инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать закон. Ведь сейчас сами жители помогают сберечь деревья и сигнализируют лесной охране, когда замечают нарушения. А в случае, если так хочется самостоятельно добыть новогоднюю красавицу, можно отправиться в специальный питомник. У нас в виноградовском филиале есть ульянинское лесничество. Там целенаправленно идет разведение любых хвойных пород. В предновогоднее время можете туда приехать, любые желающие могут приехать и выбрать себе ели. Операция «Елочка» охватила весь московский регион. Полторы тысячи инспекторов ежедневно патрулируют лесной фонд до наступления Нового года.